чуть побольше ну я бы сказал что он такой боевой он пойдет воевать самого начала трем как выучить гейминг все рассчитано на супер сильный лейт храносфера и в эту храносферу наваливается анкинг эпицентр феникс санрей потом ставить яйцо потом инвокер кастует и еще фурион начинает бить с руки ну жестко слишком жестко по эту комбинацию желательно одеть всех героев и желательно чтобы воин был тоже очень и очень богат свою очередь уже далеко идти не надо уже не просто есть волк который пойдет воевать самого начала игры все это дело будет под под хилом некрофоса и винтер верны ну и в конце концов дом будет закреплять данный пуш своей аурой до завтра состоятся скорее всего два матча вряд ли завтра успеют сыграть финал потому что завтра состоится финал perfect world квалификации ну и собственно говоря вич и гейминг айджи первый матч будет а второй ну видимо победитель этой парой проигравший верхней сетки но там не точно там могут накладываться матчем один на другой поэтому непонятно сегодня вообще внезапно на два часа стрим был перенесен с утра довольно неожиданно ну посмотрим смогут ли элофай задавить элджи дим я завода я вижу после свой да ну посмотрим посмотрим в этот раз он без магнуса будет придется своими силами справляться ему какая-то линка обязательно нужно потому что здесь винтер скверс здесь касание кровоса и дуб 3 спала которые работают через бкб у него получится будем верить феникс которого подворовали видимо у виктор с гейминг посмотрим с этим фениксом в айджи был феникс неплох особенно вот в последней игре конечно очень много нафармил и по итогам суперного слишком большие проблемы представляла феникс естественно суппорте как а сын кинг в оффлейн у нас идет на через профит вызывает пеньков к файу много вопросов очень много вопросов по его игре на офф линии пока что не впечатляет но фурионе попроще будет выронуть что может уйти в лес урон если что может уйти по спидпушить и если у тебя даже не самый удачный старт и в любом случае можешь пойти и чем-то заняться ddc арктик бёрн начинают отгонять от баунти руны подкоп баунти руны теперь заберут нет дай разобирают в этот момент сноубол контратака на на через профита через профит также выживает сын кинг будет подкоп через секунду можно копать но некрофос уже здесь дает подхилл и этого подхила не хватает некрофс правда нет ddc забирает фраг вот некрофсу было бы забрать фраг гораздо приятнее он бы восстановился всю ману и хп в общем начинается у нас сразу все замесов на миде мэйби против супера и супер играет на ликане на центральной линии это очень необычно взял себе феррол импульс может быть если знал что в начале такая заваруха будет в качал бы хавль и попытался помочь с помощью хавля ну и на верхней линии инфлейм против вами ну не знаю войд по моему здесь один не выстоит ну зависит от того какой крип будет у дума если дума возьмем чем-нибудь жесткая а-ля сатира то да если вдруг у дум будет не самые хорошие крипы то будет просто будет его точковать и потихонечку перебивать из того что у дума меньше арм ну меньше защиты 0 просто 0 защита там тут inferno blade тоже очень неприятная штука микро баш и очень сильно горит будет конечно башит много урона наносит но сейчас дум подхилится флаской которую он использовал во время действия рубов венома ну как это вообще вот как профессиональные игроки совершают такие ошибки мне не совсем понятно иногда мне кажется тут эти игроки которые вот сейчас отыграют они уже немножко устали но некоторые из них и они могут уже позволить себе совершить какие угодно ошибки возможно но у элфа и не должны были сидели ждали может быть ждать еще хуже оказалось по итогу быть оп оп попал пирожком танго не пирожок недостаточно силен чтобы убить этого дума так ну и дум оттягивается видит здесь все такая раскачка что крипа он съесть не может не знаю что он хочет в лесу баунтеру на забрать вот взял себе фласку и поехал обратно нами деликан 10 тренокер 98 неплохо мы и стоит очень много динает крипов пока что получше чем лекан ну и на нижней линии профит 64 против некрофоса 53 думаю что некрофос с левелом здесь не должен проблемы какие-либо испытывать против пеньков и прогнать его будет крайне сложно некрофос хорошо стоит один против пеньков он их убивает дес пульсом получает дополнительное количество регина и по-хорошему в интерверно может просто уйти на пулы и стараться возвращать линию назад я думаю до 3 помогает ну да ну и потом некрофосу будет очень удобно сверху нападение на дума опять воет дум приносите фласку попытка забрать курьера курьер погибает дум погибает в общем фит всем чем только можно от лфай и курьерами и думами и дум сих пора нет он взял третий уровень сейчас съест какого-то крипа по моему если бы он взял на первом девауэр и нашел сатира кстати говоря сатир собственно присутствует он бы уже окупился чем вот эта раскачка через инфернал blade землю супер странная ага он съел бурсу и теперь не сможет сатиры ну короче не знаю дум максимально странно сыграл тем временем на нижней линии закрывают санкинга санкинг погибнет монет забирает фраг восстанавливается хп ману ну все его точно можно оставить одного против профита даже с небольшими подключениями от того же санкинга чувствует себя будет хорошо возьмет сейчас себе какие-нибудь файзы делает вейл пока что вейл тоже неплохо а пт-шку делает пт-шку вейл очень уязвимый инвокер его можно брать покатился таск при контрол с точком переоценил свои возможности подходит еще и файк начинает же жечь таска подходит еще и санкинг копает его летит в интерверно и в интерверно забирает феникса и в конечном итоге размен 2-2 здесь очень неплохо отыграли с монами волками и сигилем и за счет сигеля его замедление за счет волков удалось забрать феникса туда великан переоценил свои возможности но размен в принципе равный выход на виверну санкинг копает колдом брейса нет есть splinter blast splinter blast сейчас можно неплохо зарядить пеньков нет мана заканчивается идет сюда ликан закрывают санкинга у санкинга есть песок просветки нету ликан идет дальше начинает грызть профита сноубол профит получает стан ну не догонит просто ликан теряет время санстрайк как все криво и все равно санстрайк попадает теперь шанс убить санкинга санкинг погибает колд снэп на виверну пришел сюда мэйби пытаются разбить сигиль пока сигиль жив очень жесткое замедление в итоге теряют санкинга в размен на сигиль очень странные такой махач в начале игры я думал на самом деле что инвокер не будет приходить или камни будет отходить с линии но решили что побиться поинтереснее попрофитнее и опять выход на мид инвокера хотят видимо загнобить по максимуму курьера интересно получится ли у него он такой стоит ждет чего-то и хочет убить курьера если еще подключится и курьер то у них они смогут слишком быстро курьер летит курьера возвращаются назад ставится вард и в этот момент нападают на инвокера инвокер закрыли очень больно достается инвокеру отлично а курьер при этом жив да курьер не дождался яу на фениксе ставится хроносфера тем временем в дума здесь же профит ну дума должны забирать подрубает землю слишком много урона слишком много урона слишком раскачал он здесь воида и начинается легкий фит нападение на викторию виктория под просветкой поэтому в песок уйти не получится так и таск заходит инвокер также заходит сенкин копает снобол метеор неплохой но лекан из него выбегает включает свой тиммейт и сейчас побежит за инвокером 630 есть святыня инвокер вынужден уходить в инвиз печальная ситуация инвокер он сейчас без маны у него все очень плохо катапульта впитывает падает катапульта это немножко неприятно конечно не удалось доломать вышку но как-то очень жесткая love why давят несмотря на подфит курицами и то что у дума все они очень здорово в целом где здесь простенько да ну проблему у инвокера и макеру не хочется уходить лес почти любой сложной ситуации если инвокер начать убивать то он как правило старается занять надежную позицию но в этом в этом случае ему приходится стоять на центре потому что если он идет буквально на пару минут то тут же лекан троп подрубает волков и сносит центральную вышку так что нужно стоять и впитывать но мидас почти готов из положительных моментов лекан кстати необычная раскачка я давно такой не видел у него второй ферал импульс и третьей волки но без хауля это очень необычно учитывая что обычно лекан качает алла старается помочь закрывают и файл есть шестой уровень улетает коса поторопился отличная игра от аху он вызвал сигиль и подсветил этим сигилем но не кровь со все очень мощно у него скоро будет вейл 46 крипов два фрага идет на третьем месте оставая немножко от инвокера дум пошел тем временем на сан кинга который далековато зашел и забирают сан кинга да по такой игре учитывая какие ошибки совершали lgd у нас в прошлых играх вообще нельзя сказать что у них сейчас все хорошо и они ведут у них сейчас только начало скажем так воет скоро купит мо есть пт-шка седьмой уровень и инвокер покупает видос и сейчас будет потихонечку выходить свои артефакты тем временем файл свой решила уйти в лесок как только не появилась маску маска смерти и оставил легкую линию для феникса мы все прекрасно знаем как жестко играет феникс если у нее допустим появляется некоторые артефакты и если такая возможность предоставляется то лучше всего дать фениксу легкий буст в начале ну единственная работяга которым пока ничего не дают это санкин так бегает на транковых тапочках там кого-то хочет найти но естественно никого и найдет разве что забрать баунтируны для него это сейчас максимум а он даже хитрее щас где-то покушать ну снизу тем временем забрали вышку некрофос и лекан лекан улетает в мид некрофс улетает вообще на фонтан у некрофса готов выл да это уже очень неприятно с велом даже первый ультимейт бьет очень больно буквально теряешь треть хп и ты уже в таверне ну чуть больше сэнкинг забирает баунтируну дума нет дума все-таки съел сатиры у него фейзы четвертые волки из приятных новостей есть владмирс и четвертые волки с инвизом которые могут сейчас как варда работать вот минус конечно лекана который играет через хауль в том что у него четвертые волки появляются очень поздно нельзя разведывать здесь разведка очень хорошая будет и пошли в смоках в этот момент виверна в инвизия ставится сэнтри и виверна кажется что-то понимает что-то знает пытаются найти где же кто же никого нет в этот момент обходят будут убивать сэнкинга как ты говорил он работяга у которого пока все очень плохо вы еще и пытается сделать тп но нет 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 без шансов и герой не уйдешь от сигара не спрячешься до сигил очень хорошо заполнять некровцы вот в этой игре дважды уже помогает сделать фраг ну такой небольшой фраг конечно на сэнкинге самый бедный герой темной стороны но тем не менее но развлекается в случае сэнкингом как бы ему очень легко на фон на фармить если например сэнкинг игра не пошла то находишь любую пачку крипов заходишь песочек и пачка твоя лучше же с фениксом все немножечко посложнее следовательно фениксу лучше всего взять мидас и тогда у него жизнь будет хороша а тем временем снизу инвокер перетягивается сюда и пользуется тем что здесь многие герои отсутствуют ликантроп тут же улетает на центр и сразу же перетягивается наверх и это легчайшая вышка для инвокера ну параллельно легчайшая вышка для некровцы так что здесь 11 фармить себе аганим уже довольно скоро аганим может появиться все у lgd все реально очень неплохо несмотря на то что они проигрывают по фрагам в два раза тем временем еще и воин забирает таска через хроносферу и sun strike это еще немножко денег ну пока что все идет к тому что инвокер выформить свои артефакты виктория есть borrow strike получает дом и никуда виктория не уйдет арктик берн слишком много урона начинают ломать вторую вышку параллельный инвокер ломает у инвокера есть преимущество в виде катапульты и трейд нужно обязательно трейдится если катапульта стоит просто бафаешь ее лакрити и она бьет очень больно но проблема в том что инвокер 1 а сверху находится четыре героя нужно срочно срочно нужно реагировать срочно нужно понимать что тут могут прийти дополнительные люди забрать инвокера и инвокер уходит катапульта подал акрити по моему сейчас сделала все вообще здесь слишком много урона инвокера 1000 до аганима лекан нагло фармит в вражеских лесах хроносферы нет на бой этого санкинг на страйк на строке есть но не хочется рисковать 1300 жизни для такого не забрать без хроносферы ну никак вои делает мел штром для того чтобы еще быстрее фармить 6800 инвокер очень много золота у мэйби может быть супер ранний аганим медас аганим на 15 минуте это неслыханно круто для инвокера где он так вообще много на фарм когда вроде бы не особо крипы вышки да как-то очень много реально 15 минут сейчас будет аганим и уровень тоже достаточно неплохой очень много фармит особенно вот очень много дает за этих иншентов потом еще баунтируно забирает забирает баунтируно здесь забирает баунтируно здесь и как мы видим фай вообще не парится они свой лес просто не заходят у них варта здесь нет ну и мэйби беспредельничает аллакрити 200 золота ну короче все это огонь на 15 ну да с копейками жми давай жми малыш рекорды что появится дальше сейчас еще если пару удачных драк то у мэйби может появиться очень много всего санстрайк пошел тем временем вниз забирают некрофоса ами забирают серию из трех убийств инвокер получает ассист денег конечно за этот враг не дали потому что слишком далеко находился но тем не менее аганим готов 14 42 мне кажется можно делать тревела и просто сплитить 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 набирая свои артефакты хотя по моему даже в 5 на 5 уже все lgd очень очень хорошо феникс делает мидас он скоро появится у профита мидас уже готов то есть у них три мидаса будет против нуля мидаса пока у них слишком хрупкая инициация и от этого нужно играть если свой от можно попробовать ворваться и поставить хороших на сферах но он один и какой-то реки сферы у него нет если думал сможет его найти shadow blade как-нибудь аккуратненько подойти то у lgd большие проблемы с тем чтобы фиксировать людей на месте и вот они проверяют где находится элла файл элла файл уже забирает рошана и вот же день никоим образом не успевают и имеет смысл просто забить и пойти на другие линии тут нечего ловить микрофосу отдает аегис но пока что слишком хрупкая инициация но если так пойдет дальше если будут тянуть элла файл то обрастут артефактами lgd очень быстро опять же три мидаса не очень приятные для фарма героев линку делает мэйби чтобы нельзя было его задумать как-то хотя опять же слишком много всего здесь и doom здесь и коса и винтерскерс все эти сплы слишком неприятно для него ну в особенности doom безусловно находит сэн кинга doom в инвизи находит также я у сразу думная о сэн кинг дает подкоп пытается сдать феникса дуна и от феникса отлично сыграно сам конечно тоже погиб но не отдал 2 профит уходит на фонтан виде все это безобразие а феникс успел купить мидаса что самое главное то есть три мидаса все-таки есть ну из плюсов элла файл если лжи и все-таки ошибутся то сломают скорее всего элла файл очень быстро все что им нужно лекан пушит очень хорошо у него уже есть первая книга вторая на подходе или третье подходе уже 3 2 уже куплено до 3 и второй плюс это лесные драки и если элла файл отправит волка если они все дружно пойдут за ним в смоке то будет очень легко найти самые уязвимые цели допустим либо дать дум в инвокер либо дать дум в фасе свой да и сейчас как раз вот похожие дела и происходит сейчас прекрасно видит его файк держи перемещаются джиди джиди были бы равна рады напасть но пока они не ставят центре их очень легко задетектить ну теперь волков убили нижнюю башню сеть меня атакуют отойти отойти и решили не планете решили просто фармить все дружно третья книга появляется на 17 минуте тоже очень быстро все конечно с инвокером не сравнится у которого 500 гпм до серьезный дядя блинка будет на 20 походу такими темпами может быть чуть попозже не торопится лофайл любит у нас китайцы не торопится но они прекрасно понимают каким артефакт еще нужны я так понимаю без рейдинс они вообще не хотят но тут находят дума санстрайк залетает в точку и ами делает еще один фраг так вот потихоньку потихоньку на этих фрагах лжи дева очень сильно могут уйти вперед за счет трех мидасов по 3 мидас есть плюс вы делаете фраги главное чтобы когда они убивали героев у них было какое-то время на спидпошта как вот они допустим убили сейчас дума хорошо рассвера колдаун 100 секунд нехорошо дом появится через 22 секунды хорошо для лфай и в итоге лжиди так инвокер зачем-то подошел поэтому зачем получает кассу и умирает лол просто вот один вот четыре героя вот четыре героя вот он один вот четыре а вот один а вот его три героя федор двинятин да ну вот в общем лжи лжи делают киллы они получают деньги но и лфай тут же идут и забирает вышки за счет супер мощного пуш лайнапа супер крутого пуш лайнапа да инвокер конечно он не забыл видимо про невидимых волков которые разведают возможно не ожидал что вот этот лекан будет качать этих невидимых волков но уже пора бы понять минус сер 3 и вот вам пожалуйста вся экономика летит к чертям красного некрача все бьет сейчас профит отхватит от некра минус пол хп закатывается в сэнкинга ставится суперного очень далеко сэнкинг моментально погибает суперного конечно взрывается но она не станет никого слишком далеко инвокер еще 22 секунды будет сидеть в таверне это минус бараки на миде и lgd в своем репертуаре все было так хорошо и все становится так плохо все барак упал а егис все еще есть у некровца бесполезно стик залетает ульта куш раут но он все равно живет на лоха п но даже если он пойду у него егис но мэби закинул то есть просто вот так вот подходит и умирает он себе очень много позволяет за сегодняшний день нужно понимать если локер умирает топ сэнкинг без минка не ворвется он вообще ничего не сделает у фариона есть урон но пока его еще очень мало нужно больше артефактов ну и саппорт феникс они без инвокера вообще никак не могу драться инвокер своими костами удается дпс больше чем все остальные герои вместе взятые если не считать суперного феникса у меня нет слов я еще хотел бы обратить внимание вот на раскачку инвокера я ни разу не видел чтобы инвокер брал на 15 уровне этот талант обычно если берут на 15 уровне талант только xp чтобы быстрее апнуться но если уж берут двух фаржей то сначала докачивают все сплы ну как бы слишком много это все дает здесь инвокер решил взять двух фаржей не то чтобы это решило но просто намекаю на то что у мэйби сегодня очень странный и необычный день и он решил попробовать все видимо грани безумства два фаржа на пятнадцатом это меньше зол ну на самом деле не так плохо если рада тянется но об этом о том дум на война после своде лесная драка где файс или свой почему-то нашел дома и сэн 3 вечера нас не было яйцо стоит очень хорошее бьет по дому и по таску успевает уйти в мире остается один если свой ты нужно обязательно добивает но в результате добивает у нас пока никого и файс или свой успевает поставить чудо какая хроносфера краешком задевает лекан и лекан сейчас будут убивать винтер скверс на войда и лекан неужели он выживет нет лекан погибает но погибает также инвокер войда нет маны и его забирает некрофос своим дес пульсом некрофос сделала фрага бешеный подхил куда же вы его бьете его бесполезно бить лекан погиб но его суммоны живы и это безусловный плюс потому что суммоны сейчас раздают чуть ли не больнее чем сам лекан феникс находит таск дает ему сильнейший удар веникс улетает феникс улетает в космос таску кидают под хил это минус 4 и лф вай выигрывает эту драку в очередной раз получает еще большее преимущество в этот раз они не могут ничего сломать но возможно ренджовый барак упадет то падает ренджовый барак у lgd не получается вообще ничего но это как раз эти самые лесные драки где драться на вообще не вариант вот показывать и находится войд и идет думан визе если ты попробуешь этого дома найти то можно конечно ну как бы вот поставить центре 1 можно поставить центре 2 но везде ты центр не поставишь и соответственно уже не нужно обязательно выбирать точное место где они хотят драться чтобы детекшн всегда был да на двадцатой минуте не пахнет линкин сферой линвокер два раза погиб учитывая что у него огромный уровень он сидит в таверне очень долго еще два раза он погиб с косы то есть это еще плюс 20 секунд и скоро будет третья коса пока бешками тут пока что и не пахнет вот только начинают подфармливать ну по-моему сейчас любая ошибка lgd серьезная мэйби мэйби да он старается попасть на тот свет прям уже изо всех сил вообще только я хотел сказать что одна ошибка им просто сломают базу ну конечно без одного инвокера тем более который будет 40 секунд в таверне вряд ли успеет пропушить косу не получил в смысле получил но не хватило урона для того чтобы забрать будет третья коса и была бы третья коса он бы конечно отправился на плюс 30 секунд это было бы очень жестко лекан делает что делать как бкбшку непонятно пока пока думает скорее всего скорее всего да очень много магии станов всяких а нажимаешь бкб и тебя кроме супер нового феникса ничего не станет это плюс ну попытка заслушать или подходит огромная пачка крипов а занесли огромная пачка пеньков опа разве на иллюзию хромосферу поставил да просто металл с по карте туда-сюда увидел хромосферу даже не понял где минус хрона но и лапа никуда не торопится вообще мне кажется вот играя против лгд команду уже поняли что лучше не торопиться а просто ждать когда лгд подзакинут так искать своего момента зачем спешить некор делает бкб тоже бкб у него все будет очень хорошо дум уже сделал бкб и верно блин кстати верно еще ни одного по-настоящему хорошего ульта не дала я имею ввиду в драке чтобы там кто-то кого-то убил хотя вот здесь вот инвокера зацепила верно это была полностью и заслуга и конечно классно сыграл но дальше теперь надо собраться то есть мы пока видим трансферы в иллюзии мы видим постоянно мертвый инвокера у которого статистика 254 для такой игры это не позволить не воин вводит дом и да он решил на мужчину до конца поймал санстрайк но коса залетает это минус воин дум выживает 80 секунд без воида только сплитить аликан уже подходит в этот момент к хайграунду нужно лететь не знаю кидать метеориты все что только можно не дать зайти на хайграунд да и канман сует пошел метеор но это команды стоят друг друга одна организация одна организация да но это походу праздник был я не знаю там вчера или позавчера я хочу с ними не так сегодня я не понял я не понял я не понял я не понял они же на инте играли ребят это квалы за попадание на инт ну за очки и ты можешь попасть на инт даааа вот это конечно аликан тоже ультует под метеором находит рума пошел ну хороший фраг через шадо блэйд забрали и контратака пошла и верно верно не отпустит профита размен монет викингс викингсик свирепствует свирепствует у тебя тоже русская дота да очень много кстати добавили по моему в русскую озвучку всяких фразочек за последнее время я вот замечаю что ох хроносфера но по таску виверну нужно убивать виверну виверну живет микрофос живет микрофос живет и его будет очень тяжело добить за ним летит феникс и начинает сжечь его он сейчас сам добьет воида но что вы просто развернулся 8 секунд в таверне инвокер пытается сделать тп уходит с тп нечем сбить но это было так очевидно что некрофос сейчас развернется даст вейл и просто тебя убьет куда элфай заходит на рошана это уже реально истерический какой-то смех у меня тоже начинает появляться от этой игры это знаешь тот случай когда воет ставят хроносферу и лучше бы он ее не ставил хотя он закрыл конечно трех героев по моему даже но до двоих до некра он не добежал до виверны он не добежал он забрал таска после этого побежал битин некрофса хотя у него нет даже диффузала как убить некрофса если тебя нет диффузала он молился на баш молился молился всем богам и старым и новым не прокнуло ну ничего в следующей игре проб у меня фурион всю игру лагает у него какие-то синие такое ощущение что это не фуриона фантомка бывает причем только на китайских серверах так такой лаг и причем только у оффлейнеров я заметил не знаю с чем это связано в игре все нормально позиционочка волки пошли искать кстати ddc отдал гем или кто-то отдал гем что неприятно потому что у вас волки невидимые ну нужно 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 дать гем инвокера потому что он самый ценный если убьют феникса ничего страшного умрется на кинг бог с ним а вот если умрет инвокер еще раз то это конечная и вот лучше чтобы он был под защитой гема так они пошли 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 в смоках на центр где находится а мы а мы движется наверх а там уже находится дом и дума видно ну там ничего не может сделать у него раз сфера раз сфера идет на сфера близко и вот он а мы бум отлично и минус ну не может ничего сделать инвокеру потому что инвокера линка сбить нечем ну ему нужно крипалить хорошо либо монобернера там либо карби либо поржера вот да сможет то хума уже ничего не дает он там типа не будет такого что будет стоять там где-то сзади торнадо закидывает там нет этого не будет я представился в этой игре мне кажется это вполне возможно идет драка и дум стоит сзади торнадо штормит базу именно с такими криками как раз и забрали сенкинга здесь могут поймать ликана профит здесь уликану нечем прогрызть башить ваших не срабатывает потому что не может бить быть и фурион почти отъехал смотрю больно да да еще это еще не конец сейчас счет отъехал нормально стаун там да сумма на его сгрызли ликан 1600 урона поликану нанесли 200 небольшим ликан 1600 по профитам профит в таверне прикольный ганг ну в принципе это ликан это его суммоны ранние 3 некра 30 минута но они все еще больно дерутся до этого как мы видели что делать с монетом у него есть аегис у него есть сыр бкб в л блинк это не тот некрофос который был у lgd сегодня который там пытался какие-то догоны давать это некрофос здорового человека прочно прочного да некрофос догоном тоже работает иногда просто сегодня не сошлось не тот день ну берет крипа дум для того чтобы как раз забивать линкен сферу но у инвокера все равно гем стоит об этом помнить дом снова рискует и дума нашли бах и ты погиб пора завязывать но уже все в соло дум не убивать не убивает от почти никого да то есть будет уже понял что как нужно играть просто ставишь центр и ждешь его ну а фориан с инвокера не просто супермобильные там думаю кого-то нападает они уже даем пролетают и ему конец ликан с дд неужели бездума пойдут да пошли бездума да да но карта сделать и пентра валах внутри не будет опа минус феникс волокера не будет серьезно он бежит наверх трейд ой-ой-ой-ой кто бы кто сильнее кто сильнее ликан с дд или инвокер с фуреном ну ликан с дд очевидно здесь должен разбираться хотя байбэк от феникса супер нового вешается сноубол в этот момент пошли тп-шки погони за начер с профитом начер с профит уходит просветки нету инвокер смог отвести опасность но ценой байбэка хотя забрали аху придумает тот кто первый улетает на базу то-то проигрывает например элфай улетает на свою базу допустим вот остаются два героя тут же lgd отсюда улетают сюда других становится 5 то есть тут 5 у меня бывает периодически вот сейчас у тебя у меня до этого весла очень если хочешь на базу лучше уходить все вместе иначе вас просто задавит числом не один вопрос а что курьер сил света с рецептом на грейвзы с меккой вардами делал вот здесь он летел туда кому-то передать что-то видимо понятно но rip грейвзы это грейвзы аху были кстати говоря три минуты без них да я наверное соглашусь что кто первый улетает как правило тот минусе но не улетать там не было вариантов инвокер дума не говорят о том что все можно улетать в этом случае просто берете все улетаете сразу да да но не всем не всегда есть такая возможность конечно я думаю что они так и собирались сделать опять же там еще и тп идут задержка если неправильно раз тп поэтому нужно все сделать грамотно то есть жива в этой игре все еще все может быть doom старается закинуть как можно жестче попадает уже в которую хроносферу по счету непонятно кого он вообще ищет в инвизе есть инвизные волки ну вот серьезно кого он хочет найти он находит одного героя но он никого не убивает если он начнет бить воида у которого нет линки сферы прилетит на час профит и не даст убить воида если он находит инвокера то линкин сферу сбить очень тяжело а у инвокера есть еще и гем он тебя видят у него камешек есть скидыш и все дела шляпы а вот взял ну блин пока камешек будет лететь мэри там успеет три спала дать наверное самая большая проблема это уже два гема ликан угрызается в инвокера но инвокер как-то его передамаживает бласт ликан на развороте ликана закрывают здесь таск не взял snowball snowball с собой зато инвокер погибает минус гем вот ликан как-то справился лучше ликан даже не в инвизе он просто нашел инвокера и убил вместе с командой у дома не получалось 72 секунды потери гема очень критичная потеря гема начерс профит понимает что пахнет жареным сразу же передвигается вниз для того чтобы начинать пушить здесь минвокеру возможно придется выкупится давайте смотреть некров нету у ликана еще 37 секунд не будет но трансфера нужно опа санстрайк да санстрайк супер нова санкинг заходит в хроносферу и колдем брейс монет выживает винтер скерс супер нова взрывается профит ломает верхнюю линию но сейчас тут может база вообще упасть коса взлетает феникса убивают феникса убивают воида байбэк у воида нет байбэк от санкинга профит сломал верхнюю линию залетает неплохой метеор могут забрать дума дум съедает сыр красавчик дум сбивает тп сбивает тп сбивает тп пока фрил ломает базу фрил ломает базу тут лучше летит дум теперь у нас при может вернуться обратно на базу и в результате у нас получится минус две стороны против всего лишь на всего одной стороны а нет нет это уже было сейчас профит сломал две стороны и только одну сторону выкупился воид хроносферы все еще нет забирает эфая дум где-то он его нашел тут же байбэк собирают сэнкингу сэнкинга байбэка нет инвокера отрезать не удается но некров 100 фуловый некровоса нечем убивать ставится из волос блинтер бла сбивает линкин сферу некров с пошел дальше здесь профит курьер колл снэп мега крипы мега крипы почти готовы бкб некров с продолжает подкиливаться санстрайк не попадает мега крипы готовы можно отойти некров посправим уязвим ни у кого нет диффузов вообще никого его что-то бьют 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 он нажимает ногой шраут и все и что ты ему сделаешь очень странный билд от фейсы свой да то есть он купил shadow blade ok маска смерти ok blacking bar тоже неплохо молнии зачем тебе молнии друг против кого тебе нужны здесь молнии они тебе дают профита находит у него нет байбэка нужно давать сайланс дают сайланс думу дуб и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...